Любые отношения, они должны иметь развитие. Мы дружили три года. Мне не нравится слово «встречаться». Это мой парень, это моя девушка. Это как-то все ульгарно, на мой вкус. Ева, по-моему, разделяет мою точку зрения, поэтому мы и дружили. И вот как раз-таки 11 октября была годовщина наших дружеских взаимоотношений. И я подумал, надо уже делать предложение, и тянуть нельзя было. 11 октября 2010 года. 10? А, 10, да. 10-го. Крюльзинок заплатил за меня где-то в кафе, на что я очень разозлилась, потому что девушка самостоятельная почти. Я сказала, что перестала, а он сказал, что упаливать за мной хочет. В общем, тогда все и началось. Вот дружили мы три года, потом подружились с родителями, и когда подружились с родителями, все стали задавать вопросы. Нужно было придумать, как все устроить, где сделать предложение, кто будет вокруг происходить, какое кольцо выбрать, что мы будем делать в этот день. Так как я делаю предложение Еве, вокруг не должно было быть миллиона наших друзей. Мне было очень просто сделать какую-нибудь масштабную трагикомедию с 30 участниками. Но Еве бы это так не понравилось, потому что это должен был быть ее день, ее момент. Как вы поняли, свидание у нас три года не было, были только встречи с друзьями, с кем-то. Эй, эй, ну расскажи, расскажи. Не-не-не, вы не слушаете ее. Да, я говорю. Расскажи. Волчи, расскажу сейчас. В общем, мы договорились на первое свидание. На первое? Ты не пошла, ты меня отшила. Это было уже второе, считай. Окей, второе и первое свидание. Я-то думала, ну сейчас что-нибудь так спокойно посидим, поедим, поболтаем и пойдем домой. Я уже начала думать, что он ничего не приготовил, ну и ладно, значит, ну зато вдвоем. Он зато эти цветы подарил. Зато с цветами, зато вдвоем. Пошли через всю Москву лесным полем, хотели в реку прыгнуть, на паромчики, как Джеймс Бонд. Забежали в Сабвей. Потому что мы собрались на кино, я предложил несколько вариантов. Первое, это там в кино с едой, второе, это еда, третье, это гулять и еда по дороге. И Ева выбрала кино с едой. После кино была основная программа. Ну ты говоришь на романтическое кино, получилось не очень. С бутербродами Сабвей. Зато кино. Блин, это так было романтично. Я иду такой, иду, и вдруг я вижу потрясающе светлое кафе. Никого нету, оно все такое белое, фиолетовое, там всякие штуковины разные. Я туда захожу, думаю, вот бы здесь договориться, сделать предложение руки и сердца. И я вижу за стойкой. Сестра практически. Кира. У нас даже имя одинаковое на двоих. После кино мы поехали опять на Кудыкино-бору. Якобы проехали, или может быть не якобы проехали. Нет, на самом деле я пропустил станцию, на которую хотел выйти, но мы оттуда тоже нормально дошли. И такое чувство, потому что он знает, куда мы идем, с другой стороны, что он на бум идем. Ева, на самом деле ты тоже быстро ходишь. Это был просто променаж по-московски. Проходили мимо двух Starbucks, потом 6 Starbucks, зайдем, мы как-то все мим, а мим проходим. У меня вот так говорилось, либо он знает, куда мы идем, либо полная импровизация. И дошли до фиолетового кафе, и у меня было такое чувство, что я его сама выбрала. Ну, как бы, ну, то есть, как бы, это было так, сюда пойдешь, пойду. Ну, то есть, я была уверена, что... Я спросил, по-моему, даже не спросил. Я была уверена, что я выбрала кафе сама. О, это была лучшая иллюзия вечера. А когда зашли туда, там наши знакомые. И так, ну, радостно. У меня есть один друг, специалист по газонефти, чего-то там, но он несколько лет занимается иллюзионным искусством. Я об этом узнал и понял. Вот оно. И очень быстро мы с ним договорились, что он мне будет помогать делать предложение руки и сердца. Мы готовились, но так хотел спать, я вообще не мог. У меня еще и заволнение было, апатия, не было сил, руки не поднимались. А он такой, да, мы репетируем, ну, давай я заеду, там, отвезу, привезу. Я просто был в шоке, честно говоря, потому что мне была просто необходима его помощь. Именно такая, какую он давал. Он был очень ответственный, и это как будто бы ему было надо. Ну, просто, слава богу, забыл. Кира стояла за кассой, там за стойчек. Вот еще какой-то дядечка парт, такие, что-то собирали, списывали, изговаривали. У нас вот паренек, он начинающий лизионист, у него скоро концерт. Можно он на вас потренируется, потому что меня он достал. Ну, я сказала, сразу можно. Мне нравится, когда к нам пристают где-нибудь. Ну, да, как белки в Киеве. Ну, еще кто-нибудь. Вот. Кирилл так поднапрягся. Я-то думала, сейчас будут фокусы любительские из интернета с картами, потом дайте на чай, ну, как обычно. А там как начало жарить. Кирилл так поднапрягся. Кирилл так поднапрягся. Кирилл так поднапрягся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok